Ибн Хаджер Ласкаляни в толковании Аль-Бухари приводит, что когда наступила засуха во времена правления нашего господина Умара, да буди доволен им Аллах, на могилу пророка, саляллаху алейхи вассалям, пришёл человек и возвал, «О, посланник Аллаха, земля и потомство были погублены, так попроси же дождя для своей уммы». Он пришёл на могилу пророка, алейхи саляту вассалям. Во-первых, этот хадис приводит Малик Аддар от неизвестного. От неизвестного. А неизвестный может быть кем угодно. Хвала Аллаху со слов самого Джифри приводится, что личность человека, который попросил неиспослание дождя на могиле пророка, неизвестна. Неизвестный мужчина. Почему Джифри приводит только от неизвестных людей? Аллах, субхану та'аля, уничтожил его доводы. У него нет доказательств, и поэтому он приводит только слабые, противоречивые и выдуманные хадисы. Хе-хе, ещё говорит мой дедушка-посланник Аллаха. Цепочка хадиса до Абу-Салиха ас-самман хорошая. Но проблема Малику Аддара заключается в том, что он известен своей надёжностью, но не точностью. Он не сподвижник. А условиями передатчика, если он не сподвижник, являются справедливость и точность. По воле Аллаха он был справедливым, потому что он был хранителем умара. А был ли он точным, мы не знаем. Это то, что сказал о нём Аль-Мунзири. Неизвестно, я его не знаю. И вторая проблема. Он приводит хадисы от неизвестных людей. Один мужчина, один бедуин и так далее. Хорошо, но что это за история произошла с этим бедуином? Он пришёл на могилу пророка, саляллаху алейхи вассалям, и попросил у него помощи. Вы нигде в Бухари не найдёте, что Аумар обращался к пророку после смерти с просьбой помолиться или просил о молитве на его могиле. Более того, он отправился в окрестности Медины к дяде пророка, чтобы тот попросил Аллаха не спасать дождь. Действия упомянутого неизвестного человека противоречат действиям Аумара. Аумар такого не делал. Сейчас Джифри смешивает несколько хадисов и говорит... Ибн Хаджар из Каляни в толковании Бухари говорит... И люди, услышав имя Аль-Бухари, думают... Хвала Аллаху, значит хадис достоверный. Ещё очень важный момент. Вы увидите, как Джифри говорит, что в Бухари от Аумара приводится... О Аллах, мы просим у тебя не спаслать нам дождь через молитвы дяди твоего пророка Аббаса. Джифри не знал, что Аумар сказал... О Аллах, когда нас постигала засуха, мы просили... ...не спаслать дождь через молитвы твоего пророка. Он не полностью приводит хадис, а только последнюю его часть и отклоняется. И делает это очень искусно. Если бы он был честным, то привёл бы хадис полностью. Хадис под номером 1010 в достоверном сборнике Бухари. В нём говорится... О Аллах, мы просили, не продолжаем делать так, не спаслать нам дождь через молитвы твоего пророка, когда нас постигала засуха, и ты не спаслал нам дождь. Джифри, почему ты не приводишь слова Аумара полностью? Потому что они не соответствуют твоим прихотям и твоему многобожию. Аллаху Акбар! Как же слабы твои доводы? Подождите, сейчас вы увидите, как Джифри упоминает версию Бухари относительно слов Аумара. Он не упоминает первую часть версии, в которой приводятся слова Аумара. О Аллах, когда нас постигала засуха, мы просили не спаслать нам дождь через молитвы твоего пророка. Он не сказал, мы ещё продолжаем делать это. Невежда. Обманщик. Заблуждение и обман. Неизвестный человек совершил действия, которые никогда не совершали сподвижники. Более того, в достоверном сборнике Бухари приводится, что действия Аумара противоречили его действиям. Слова «они сделали то, чего не смог сделать я», приписанные Аумару, недостоверны. Это версия Малика Аддар. Джифри сейчас смешал две версии хадиса. Привёл хадис Малика Аддар и сказал, что он приводится в Бухари от нашего господина Аумара. Наш господин Аумар сказал, «они сделали то, чего не смог сделать я». Ключевой момент тут не сон, а то, что наш господин Аумар утвердил действия человека, который пошел на могилу пророка. Нет, нет и еще раз нет. Этому человеку было сказано во сне, «Иди к Умару». И он пошел к Умару. Однако здесь не упоминается, что он пошел к Умару. Здесь он прерывает хадис. И дальше он врет и добавляет от себя, что тот человек пошел к Умару и так далее. И Умар сказал, они сделали то, чего не смог сделать я. В хадисе не приводится, что он пошел к Умару. Также в данной версии не приводится, что этот неизвестный человек видел во сне пророка. Нет, приводится только, что ему было сказано во сне и все. В версии Малика Аддар не приводится, что тот человек, который просил дождь, встречался с Умаром и сообщил ему, что просил дождь у Аллаха через пророка на его могиле. Это всего лишь лживо подогнанный сценарий, чтобы внушить людям, что он говорит правду. Все это ложь, лжец. Предположим, что он пошел к Умару. Что сделал Умар? Сказал ли он, как бедуин, «О посланник Аллаха, попроси не спасать дождь для своей умы». Нет, Умар такого не говорил. Это приводится в версии Малика Аддар, обманщик-смеситель. Клянусь Аллахом, мне нравится тебя назвать смесителем. Не помешанным, а смесителем. Помешанный значит выживший с ума. Ты еще не дошел до этого. Ты все еще заучиваешь наизусть выдуманные и ложные хадисы. Умар не говорил такого. В достоверном сборнике Бухари нет такого.